Всем привет, народ, с вами Филаор, и сегодня мы продолжаем проходить Hollow Knight. Итак, мы здесь собрались для того, чтобы я страдал, и сегодня мы зачистим глубинное гнездо. Да, мы пойдем именно сюда, в самое мое нелюбимое жопу. Так, для начала, у нас здесь очень много тычек, куда бы мы могли сходить, которые у нас еще не зачищены. А именно вот та, что под нами, та, что вот там практически слева сверху, и та, что слева снизу, прямо вот под масочкой. И также нам надо будет сходить на огоньки, чтобы победить Гримма. В конце концов, мне же надо победить Гримма, да? Да? Ладно, хорошо. Хорошо, скоро твой батя будет побежден, только будь со мной до этого времени. Пока что нам надо убить наших родственников, но не переживай. Итак, и потихоньку мы, наверное, воспользуемся первым огоньком, который находится вот там слева. Да, потом перейдем к огоньку, который справа. И потихоньку, таким образом, будем двигаться нахер. То есть к хере. И еще, вроде как, я помню, что где-то здесь располагался воин. Не воин Грюз, а тот воин, которого я уже победил, но он хочет еще. В этой игре полно мазохистов, которые хотят получить неолюлей. И вот мы здесь. В прошлый раз мы никак не могли пройти это место, только потому, что здесь есть темный поток. А теперь я умею делать вот так. Да, детка. И тем не менее, я до сих пор не понимаю, что это за темный поток такой. Ну да ладно. Меня ждет испытание. Ага. Ну здесь практически все понятно. Вот так. Они раскусили мою стратегию. Так, секунду. О! Это был пристрелочный. Я просто пробовал. Оп! Хопа! Благо, этот прыжок достаточно длинный. Ха-ха! И все легко проходится. А вот здесь довольно сложно будет. Это надо тайминги! Мне никогда не удавалось в тайминге. Но, собственно, вы знаете. Но здесь у меня довольно получилось. О-ху-ху! Это детеныши червей! О-о-о! Детеныши левиафанов! Они же, по-моему, левиафаны называются. О-о-о-о! О-о-о! Тень! О-о-о! 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 О-о! Поэтому, как-то так. Здесь у нас больше ничего не было. Пойдемте дальше. Я, кстати, так и не понял. А где я успел уже просрать первую маску? И-и-и-и! Продвигаемся дальше. Да. Также мне говорили, что здесь очень много срезов, очень много путей, которые... Могут мне пройти куда-либо дальше. но я так их и не нашел потому что я дурак дурашка отвечу дайте говоря он бы тоже мог окунуться я понимаю что у него нет ног но у него есть тело и принципе баня отдыхать довольно клевое занятие я сам недавно был там теперь их высекая с одного удара ну иди сюда ну 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 кому он ну я здесь и слабак так давайте попробуем пройти вот туда наверх то есть не проходить весь этот лабиринт здесь наверняка есть какой-то срез потому что на какого хрена я должен проходить весь этот лабиринт чтобы пройти просто из точки а в точку б благо ты не встаешь где-то там а охренеть меня одолела стена тихо и хотите а вот он и средств судя по всему в этой зоне я еще ни разу не был а погоди мне точняк надо бы их уже навестить я уже много детей освободил старикан наверное радуется и припас не очень много много гео и мне эти ел как раз по зарез нужны чтобы сделать бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е смертными некоторые амулеты которые может высрать одна дама так может быть ты мне что-то подскажешь ну мне приятно Хоть кто-то по мне скучает Оу Наконец-то я тебя нашел Это мой забытый брательник С которым я наконец смогу потусить Эй, брат Он отличается от меня, он немножко желтоватый Но ничего, мы это исправим Возможно, он болен Я к тебе иду А вас тут многое Как? Нет Чего мой брат какой-то нездоровый Может быть он встал на сторону силы Темной силы Ты должен был сражаться с тьмой А не примкнуть к ней Блин, как много Как много трупов Мое лицо Это достаточно странное заявление Учитывая то, что у тебя нет лица У вас же хитиновый череп У вас нет лиц Это странно Может быть он уже бредит Или типа того Большая Большая Так, окей Стена Я вижу А я точно иду по срезу? Ну, нет Я как бы понимаю, что мне надо было пойти вот эту хрень Но это точно срез А почему здесь так А почему именно эта зона такая темная? Что ты смотришь? На звезды? Ай-яй-яй-яй-яй Ладно, я иду к тебе Только не уходи никуда Почему он меня не может подождать? Я достаточно быстро бегу Ну вот, его уже нет Ты же мертва Это последние слова, которые они сказали? В смысле? Кто мертв? А я мог пройти по низу? Это очень странно Не убегай Брат Это вы про гео? Знаете, я тоже иногда деньги называю своими братьями, но Не на камеру было сказано Ладно Так, это явно не срез Это явно не срез А сейчас и моя жопа чувствует другую жопу Вау! Он бегает! Он бежит! Я понял тебя! Я понял тебя! Я сейчас приду! Я сейчас приду! Однако это очень странно с точки зрения лора Потому что я как бы Не умею видеть сквозь стены В обычном своем состоянии В смысле У него всего два глаза У него нет чувства игрока сзади Это и вот я И задняя часть игрока Тот, что находится сзади Чувствует неладное Он упал Так, он упал Прям совсем вниз Нет, я не думаю Это был за звук Вернись Родной мой Как? Эээээ... Не все говорят о каких-то своих родственниках Братьях Но я ведь тоже видел своего брата смысле так так это какой-то хамелеон так лады если здесь есть магия тут в принципе могут быть и хамелеоны это не мой брат ладно не об этом писали что это не совсем мой брат и не мой брат может быть вообще но я не хотел верить потому что но уж сильно он на меня похож а теперь мне это кажется странным я видел своих братьев смысле их фантомы и они не выглядели как я по крайней мере не точно этот идентично скопировал мою вне внешность и все нормально но хорошо так и должно быть да 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 я совершенно не иду в ловушку это обычный срез это обычная большая комната с свисающими а пройди пожалуйста мне ты нужен нет и явно нужен пожалуйста пройди спасибо это хамелеон о хера яра то есть это последователь хера но у него такая же маска хера ни хера себе так ладно так ты хамелеон по-любому и судя по всему ты хамелеон удильщик ты приманиваешь к себе жертву чтобы ее убить и возможно подвешиваешь сушиться почему ты их не сожрал тебя маленький рот окей ладно на самом деле я подразумевал чтобы может быть какая-то такая херня но а тихо а куда ты делся смысле от его одолеть мне надо восстановить силы он реально сложно ладушки нормально 5 я уже давненько не играл в эту игру и теперь все это выглядит особенно стрёмно но я нашел его слабое место кроме вот этой вот атаки надо убежать это отличное укрытие от любых его атак кроме вот этой вот идеальнейшая стратегия а у вау мой сын добил носка Я горжусь тобой, сын Скоро ты превзойдёшь батю Блин, я горд Я действительно горд, он смог это сделать Так, хорошо Мне сюда можно ступать? Кто ты? Ты неудобно расположился То есть тебя даже прочитать нечего Ладно, вероятно Я надеюсь, что такая тварь была только одна Я могу пинать череп своего брата очень далеко Может он меня куда-то приведёт? Абсолютно нет Бледная руда! И... А почему она у меня только одна? У меня же, по-моему, было несколько бледных руд То есть я могу прокачать свой гвоздь ещё сильнее Но для этого мне, по-моему, надо найти три куска Рижа, да? Напишите мне об этом в комментариях Потому что я уже не помню, сколько там было кусков К disks Ей Так, ладно Отсюда-то срез есть? Нет? Я помню, я там какой-то открыл Но я очень не хочу возвращаться тем же путём Учитывая то, что у меня всего одна жизнь Я думаю, мне надо сходить, передохнуть в баню Так, так, что может быть лучше отдыха в бане после борьбы с родственниками и сохранялочки. Я знаю, что я очень плохо сражался, потому что я этого уже давненько не делал, и тем не менее, мы его затащили вдвоем. Так, теперь мне надо бы сходить вот туда наверх. Итак, давайте пока прочитаем. Носк имитирует других существ, чтобы заманивать жертву в свое логово. Я так и знал, что это хамелеон, это не тело моего брата, это... он просто скопировал меня. В темных-темных недрах живут твари, способные подсмотреть в твоей памяти чужое лицо и надеть его, чтобы задеть тебя за живое. Познай самое... самое себя и не поддавайся. Просто, как я понимаю, в моей памяти не было никого иного, кроме меня. И поэтому он смог скопировать только меня. Ну, странно. По крайней мере, он не скопировал грима, ну или кого-нибудь другого, более сильного, чем я. Реально хорошо, что здесь нет существа, которые копируют других боссов. Это было бы намного эффективнее. Но тем самым он просто заманивает жертву к себе, он удильщик. Опять ты. А мне надо наверх. Да ты с... нет! Вот зачем ты выдал наше местоположение, а? Нет, все-таки тебе еще учиться и учиться. Так. Аккуратно. Так, это не срез. Это не срез. Значит, я мог быть... быть, а мог и нет. И вы безмозглые создания тоже не знаете. Ну вот что странно, обычная локация, и почему я здесь не мог раньше пройти? Ну-ка. Ладно, это последнее, что я ожидал услышать. Кто-то кому-то делает массаж? Вау. Он тоже рисует? Он делает маски! Он делает хитиновые маски! То есть... Я думал, что у всех персонажей свои маски, потому что они выросли на них. Ну, то есть, как на насекомых. То есть, в смысле, это их собственное лицо. Оказывается, нет. Зачем ты это сделал? Их собственные лица скрыты под масками. И слава богу, что я их не вижу, потому что эти жвалы и тому подобное, это как-то... Но даже мой сын родился полностью с маской. То есть, ему никто ее не давал. Хотя... Грим достаточно богат и извращен, чтобы сделать маску в точности, похожую на свою собственную. Хотя, я не знаю. Привет! Как ты сбежал из занесенных призраками, чувак? Маска ли это или лицо? В колоннести это порой очень трудно понять. Как прекрасно иметь лицо. Жалко, что не каждому оно дано. Тем, у кого в королевстве нет лица, я готов услышать. А у кого здесь есть лица, а у кого нет? Маска, лицо, нужно ли все это или нет? Чтобы точно знать, определиться, существовать. Да, это мастер масок. То есть ты... Камон! Знает ли оно о лице, что под маской? Какой же удивительный контраст задумал черву. Я ни хрена не понял. Я шел к тебе буквально через ад, а ты мне просто выдаешь набор... Набор... Бессвязной информации. Я ничего не понимаю. Причем здесь черв, причем здесь я. Мне, конечно, нравится, как ты... Кому ты до сих пор делаешь заказы? Там королевство умирает. Хотя ладно. Если у человека есть хобби, то он будет его придерживаться до самого конца. Иначе зачем жить? Но, по крайней мере, теперь я узнал, что у нас здесь. Неисправный трамвай. Это трамвайная станция. Это другая часть трамвайной станции. Вот почему я не могу оттуда... Вот я почему не могу попасть. Да иди в задницу. Вот что все это значит. Но это значит только одно. Здесь нет суреза. Эээ... Не хочу туда опять. Ооо, сколько же много времени прошло с тех пор, как я здесь был. И для начала будет огонек. Я не люблю проходить эти огоньки. Я вообще не понимаю, на какой хер это вообще должно быть. Было быть придумано. Но... Грим классный. И я все это делаю ради грима. Ради его внимания ко мне. И нет, я все-таки упал. Но это было неспроста. Я упал куда-то. Так и не увидев огонек. Теперь я не уверен, что я смогу подняться по ответственной скале. Да, я этого сделать не смогу. Отлично. Ну ладно, пройдемте сюда. Может быть здесь будет Хера? Или возможно ее родственники? Я вроде должен выступать защитником королевства. Нафига я уничтожаю родственников других людей? Существ. Какое счастье зубы? А ты как сбежал из унесенных призраками? Поветуха. О, прошу. Прошу, не тушуйся. Тут вокруг полно гадких тварей. Я не из них. Я тебе друг. И рада услужить такому отважному путешественнику. Тебе нужны сведения? Я могу многое рассказать. Да. О, да. Хе-хе-хе. А деревня над нами дом грустного существа. Ее история, это история о трагическом обмене. Она и ее народ сильно за это поплатились. Но, кажется, она не сожалеет. Хе-хе-хе. Да, знаю, знаю. Тебе интересно. Хочешь услышать всю историю? Ну, извини. Я бы рассказала ее тебе, но... Прости, прости. Я так давно не кушала. Я так... ГОЛОДНА! Окей. Я привык уже, что здесь у всех нездоровый вкус. Мы можем с тобой поговорить более-менее нормально? Ты убей ее. Она не убивается. Секунду. Я прочитаю твои мысли. Только нужный тайминг подгадаю. Нет, это не работает. Все? О, она обиделась. Эй, повитуха, вернись. Хотя, ладно. Один раз она мне уже соврала. Она сказала, что... Она не является гадкой тварью. Может быть, ты снова появишься? Но мне нечего ей пока что предложить. Есть. Возможно, когда она появится в следующий раз. Возможно, в другом месте. Мы сможем с ней провести конструктивный диалог. Возможно. И да, моя мечта была исполнена. Я увидел их лица. Я увидел ее лицо. И вот долгожданный срез. Как я вообще это сделал? Ладно, это не важно. Главное, что я поднялся наконец-то наверх. И я узнал о печальной истории, которая существует. Какая-то печальная история. Возможно, когда-нибудь однажды я прочту ее на Википедии. Но это не точно. Я стараюсь себе не спойлерить. Но если я так ее и не узнаю, то... Особенно это не страшно. Я не могу найти этого придурка с огоньком. Ладно, возможно, он внутри. Привет. Почему ты здесь, а не снаружи? Стоп! А что ты тут забыл? Он играл на аккордеоне. И в какой-то момент пропал. Неужели тебя отправили сражаться со мной? Это не честно. Ты же лучший друг Грима. Ты его привратник. Какого хрена? Брум. Брум. Да, точно. Тебя зовут как Швабру. Ммм. Ты все же здесь. Я собрал алое пламя в этом мертвом королевстве. Ты можешь взять его и отдать маэстро. Для его последнего выступления. Ритуал снова вершит все за нас. Мы в сместе словно ноты в очень старой песне. Ты да я. Бесконечно повторяющиеся жертвенные песни. Песни рабов. Ради ритуала и труппы. Ради маэстро. Только не надо приносить себя в жертву. Я чувствую, когда такое происходит. И ты мне сейчас напоминаешь как раз жертвенника. Пожалуйста, Брум, остановись. Подумай о моей семье. Не думай о Гриме. Подумай вот о его сыне, обо мне. Секунду. В бесконечно повторяющиеся жертвенные песни. Ради ритуала. Бесконечного ритуала. Я ращу нашего сына, который маской похож на Грима. Где-то такое я уже видел. Может быть, Грим хочет вырастить моего сына, чтобы разумом залезть в его оболочку. И тем самым он продлевает себе жизнь. Да? 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 Это так? Я своего сына не дам. Нет. Нет. Я ему дал имя. Практически. И я нет. Нет. В смысле? А Брум, он уже просто очень старый последователь. Он все это знает. И это можно объяснить бесконечным. Бесконечный ритуал можно объяснить этим. Он просто живет вечно, перенося свою душу из тела в тело. Выращивает точно такое же тело, потому что это удобно. Ну уж нет. Ну уж нет. Ну уж нет. Ну уж нет. Своего сынка я не отдам. Даже это дитя с рождения заковано в невидимые цепи. Хм. Мы служим, и было так всегда. Да? Возьми это пламя, ведь за ним ты здесь. Но это не объясняет того, почему ты так далеко забрался. Дело сделано. И все же... Не просто так встретились мы здесь. В этом темном далеком месте, спрятанном от алого взора моего маэстро. Это не просто удача. Ты здесь ради меня. Хм. Песень без конца, а не песнь вовсе. Ты помогаешь ритуалу, но чую я, что у тебя нет своего маэстро. Так ли это? Тогда, возможно, вместе мы сможем изгнать из королевства это взбешенное пламя и вернуть покой этим землям. Поль ты желаешь прервать нескончаемую песень. Хм. Встреть меня там, где было ей начало. Но ежели хочешь продолжить ритуал. Хм. Покуда будешь выполнять его без сожаления, я не буду сердит на тебя. Но. 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 Но я не знаю. Но. Но. Но я не знаю. Я хочу прервать ритуал, потому что понимаю, что это ебанина какая-то. Но тем не менее, я хочу сразиться с гримом. С финальной формой грима. Что ты думаешь? Да. Мы лишь сосуды для пламени. Но были ли мы всегда так пусты? Ты. О да, чувак. Я понимаю. Мною названа игра. Встреть меня там, где было ей начало. Начало песни. Наверное, имеется ввиду то, как я активировал мод. Ааааа. Лады Брум. Мне нравится Брум. Брум хороший парень. И Брум херни не скажет, но. И да, я бы хотел. Я бы хотел изгнать трупу. Но я не знаю, какой вариант будет правильным. Потому что с гримом я так же хочу сразиться. Ааа. Не думал, что это путешествие даст мне такую моральную дилемму. И тем не менее, огонек пропал. Так. Я не собирал последний огонек, но огонек пропал. Из деревни Богомолов. Это странно. Это странно. Но мы идем к Хере. Так. Ну все. Мы готовы к абсолютной анархии, которая сейчас будет здесь твориться. Итак. Хера. Аааа. Пробуждайся. Привет. Здравствуй. Можно с тобой просто поговорить? Я понимаю, что это место для сражений, но ты вроде бы нормальный чел. Как я понял, ты запечатал абсолютное зло или типа того. Поэтому ты должен быть по идее нормальным. Да? Я помню, ты меня убил один раз вместе с двумя другими членами, но тем не менее. Узы крови ради моего дитя. А я могу пойти домой? В принципе, могу, если я отсюда спрыгну. Достойная награда за жертву. Отдать все ради нее. Это она имеет в виду Хорнет? Да? Да? Я где-то слышал, что по-моему Хорнет была послушницей. Эры. Ради нее. А что дальше-то мне делать? Я тебя должен ударить? Я тебя должен окончательно убить? Я не то, чтобы прям хотел бы тебе развязывать битву между... Я думал, ты плохая и ты сама захочешь сразиться, но... Лады. Похоже, мне надо нанести первый удар и я попробую. Эээй! Она хочет пожертвовать собой? Ради нее? Она не будет сражаться? Я не хочу ее бить! В смысле? Это вообще правильно? Ну, ладно, раз уж я сюда пришел и, вероятно, я должен разрушить печати и... Прости меня, хера, я не хотел. Блин, это так стрёмно. И это очень неправильно. Я точно никак не могу! Я точно прям совсем не могу ничего сделать! То есть, если я ее сейчас убью, то... Только так я смогу продвинуть сюжет. Это так неправильно! И она была зверем. И первая печать снята. Оооо... Я вообще... Что произошло? Я... Я ни... Я ни черта не понял! Порнет. я это был твой учитель твой наставник твой отец я не знаю но прости я просто убил существо которое и так пожертвовала собой чтобы удерживать печать какую-то печать я сейчас его убил и она никак не сопротивлял я чувствую себя ужасно значит зверь палат твоего гвоздя и ты движешься к предначертанной цели я не препятствовал тебе но мне больно осознавать что я стоял в стороне мне больно было это делать корнет вот такое ты можешь думать что я черства но даже у меня есть чувство мы не выбираем матерей или обстоятельства нашего рождения но несмотря на все тяготы этого мира я благодарна ей за подаренную жизнь но долг сей так просто не отдать только позволив ей покинуть этот мир и забрав у нее нож у нашего будущего я могу начать платить по счетам оставь меня призрак дай мне побыть одной пока это опочивальня не станет усыпальницей навеки что за пизде